Наступила прекрасная осенняя пора. Холодный воздух наполнился желтыми, оранжевыми и красными красками. В Видновской центральной библиотеке состоялся мастер-класс, где попробовать изобразить эту неповторимую палитру природы на бумаге мог любой желающий. Так получилось, что на мастер-классе присутствовала всего одна участница. Но несмотря на это урок изобразительного искусства состоялся. Заданием было нарисовать картину, на которой изображены осенние листья. Мы рисуем фон только холодными цветами. Это сделано специально, потому что теплые цвета рядом с холодными и картины выглядят более яркие. Холодные цвета это синий, фиолетовый, голубой, а теплые это оранжевый, желтый, коричневый, красный. Вот когда они рядышком находят, наши цвета становятся еще ярче. Художник и педагог студии «Акварель» Мария Борилла рассказала о правильном расположении композиции на рисунке, технике акварельной живописи, какие цвета и кисти использовать, как именно наносить краску. Эти краски очень яркие и здесь много есть цветов темных. Но на самом деле, когда мы возьмем и нанесем их на листик, мы увидим, что это синий цвет. Или здесь у нас, например, изумрудный цвет. То есть надо сначала познакомиться и понять, где какие у тебя цвета. Мария закончила художественно-промышленный институт по специальности графический дизайнер. Позже получила диплом педагога по изобразительному искусству и стала работать в детской студии «Акварель». Дети обычно периодами идут. У них период сначала пейзажа, потом период портретов, период только графика, потом вдруг живопись. То есть тут, так как они изучают, формируются, у них вот это вот переходит, перетекает из одного в другое. Вика Руднева – воспитанница из-за студии «Акварель». Девочка признается, что ей нравится рисовать осенние пейзажи из-за возможности использовать богатую цветовую палитру. На полянке там стоит дерево, с которого падают листья, трава уже пожелтела и пенек стоит. Иногда я рисую быстро, но у меня получается красиво. А бывает, я долгое тоже получается красиво. На занятиях из-за студии «Акварель» дети создают удивительные работы, используя различные техники и материалы. Мы стараемся ребят наших давать им большое количество знаний, развивать в плане творческом разностороннее, стараемся проходить все техники по живописи, охватывать, может быть, какие-то еще больше объемные, там, скульптура, 3D-моделирование из бумаги, вот такие вещи, чтобы ребята могли пространственно еще размыслить, потому что для рисунка это тоже необходимо. Напоминаем, что творческие мастер-классы проходят в библиотеке каждый месяц, и принять участие в них может любой желающий совершенно бесплатно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.